Друзья, всем доброе утро! С вами Виктор Паньков. Сегодня 13 января и мы начинаем математический анализ валютного рынка Форекс. По S&P 500 кардинальных изменений за сутки у нас не произошло. Мы как будто застряли в небольшом флете, предпринимая попытки обновить минимум и подтягиваем локальный максимум. Поэтому в ближайшее время рекомендуется придерживаться либо границ данного трендового канала, либо перестроить его вот таким образом. То есть тут в принципе как вам удобно, как вы сами видите, так и рекомендуется поступить. В любом случае я рассматриваю для себя следующий сценарий. Это с текущих позиций снижение в область ключевых целей 3766, 89, 3753. После этого набор позиций и подъем с целью достижения верхних ранее отмеченных целей. Также себе можете пометить нижние цели, кто еще не сделал этого, поскольку у данного актива есть особенность очень резко уходить в шорт. Поэтому если уж мы испытаем падение, то оно будет достаточно продолжительным и примерно где-то вот в эти пределы мы с вами можем свалиться. Но отсюда можно будет уже основательно закупиться и поддержать подольше лонг. Все-таки потенциал до ближайших целей здесь серьезный, 1600 пунктов с лишним. Евро-доллар укрепился за счет ослабления американской валюты. Пробили мы ключевой уровень минимальной коррекции. И сейчас уверенно двигаемся к следующему уровню 1.2225. Здесь следует обратить ваше внимание на то, что рядышком находится ключевой диапазон 1.2235-1.2245. И в принципе здесь наиболее вероятен сценарий следующий. То есть это тест уровня и диапазона, затем коррекция к одному из зеркальных уровней. Это либо уровень 1.2197, либо соответственно это будет уровень следующий, это 1.2177. Ну а отсюда уже рассматриваем дальнейшее продолжение восходящего движения. Ближайшая цель 1.2272. Цели снизу мы пока не рассматриваем. С учетом глубокой коррекции здесь возможен именно разворот тренда. И под действием именно фундаментальных факторов, а именно ослабления американской валюты, этот сценарий наиболее вероятен. Поэтому будьте осторожны. Фунт доллар также укрепился. Достигли мы одного уровня ключевого и идем пока что ко второму. Рекомендуется от этого уровня рассматривать продажи с целью достижения одного из зеркальных уровней. Здесь их три, поэтому к сожалению точно сказать до какого мы дойдем очень сложно. Но тем не менее, трендовый канал мы пробили. Поэтому логично будет сейчас дождаться именно ретеста уровня пробоя. И затем работать дальше в восходящем направлении. Ретест уровня пробоя у нас находится на котировке 1.3604. Доллар японская иена. Здесь у нас с вами идея следующая. Мы вчера говорили о том, что возможно коррекция после достижения ключевого диапазона так и получилась. Но коррекция даже получилась не минимальная, а довольно-таки глубокая. Поэтому здесь сейчас у нас идея с вами следующая. Вот в этом диапазончике мы должны принять решение, куда мы хотим дальше двигаться. То есть куда мы видим дальнейшее движение цены. Здесь возможны несколько вариантов. Ну, во-первых, основной вариант это продолжение восходящего движения, как мы с вами и говорили. То есть коррекция и движение в диапазон 104.861.104.973. Однако здесь возможен и другой вариант развития событий с учетом вчерашнего ослабления доллара. Возможно, что это падение продолжится и мы проторгуем наш граничный уровень 103.452. Если это произойдет, тогда ближайшая цель у нас с вами будет находиться в районе 102.502. Это ключевой уровень, который мы с вами помечали еще в середине декабря. Доллар-канадец двигается в рамках восходящего трендового канала. К сожалению, не пошли мы дальше вверх. Видим, что была у нас реакция и на первый ключевой уровень, и на второй. Но, однако, мы их не пробили, а пошли дальше вниз. Сейчас можно с уверенностью сказать, что характер краткосрочного тренда у нас сменился на нисходящий. Поэтому здесь следует с текущих позиций, либо после ретеста зеркального уровня 1.27.30, рассматривать дальнейшие продажи с целью достижения вот этого диапазона 1.26.47-1.26.58. Ну, а здесь уже дальше смотреть, как поведет себя цена. Далее. Доллар-франк. Доллар-франк, потоптавшись возле ключевого уровня, скорректировался до котировки минимальной коррекции. 0.8848, 0.88138 наши ключевые уровни. От них можно пробовать дальнейшие покупки с целью достижения ранее поставленных, ранее обозначенных уровней. Это 0.8948 и 0.8973. В принципе, если мы проторгуем эти уровни и закрепимся ниже 0.8813, в этом случае у нас будет открыт путь на обновление локального минимума 0.8642, 0.8664 будут наши цели. Австралиец доллар укрепился так же, как и основные валютные пары к американскому доллару. Соответственно, сейчас у нас здесь идея следующая. По структуре движения у нас есть еще тенденция подняться к уровню 0.7810, поэтому рекомендуется либо с текущих позиций, поскольку максимум не был перебит, либо после коррекции к этому уровню рассматривать нисходящее движение. Однако, будьте внимательны, если мы пойдем с текущих позиций наверх, то вряд ли мы остановимся на этом уровне. Все-таки доллар слабеет очень серьезно, и вполне возможно, что здесь нас ожидает очередное обновление локального максимума, обновление хаев и поход к более дальним целям 0.7925, 0.7967. Новозеландец так же, как и австралиец, укрепился, однако он свой ключевой уровень пока не пробил, поэтому здесь актуальны продажи. Однако, хочу вас предостеречь, все-таки у нас здесь вблизи есть ключевой диапазон, здесь видим, что есть небольшая ликвидность, поэтому 0.7258, 0.7267, те цели, до которых может еще подняться цена, после этого можно будет рассматривать продажи. Пока что границы продаж у нас остаются прежними, это 0.7087, 0.7105 ключевой диапазон, пока что рассматриваем эти границы. Если же все-таки мы пойдем вверх проторговывать ближайшие цели и обновлять локальный максимум, тогда первая цель у нас будет как раз максимум 0.7314, и более дальнюю цель мы с вами определим тогда, когда будет ясна дальнейшая картина. То есть пока что данный актив смотрит именно на снижение, и что касается австралийца и новозеландца, я хочу вас предупредить, что здесь возможны возможные развороты цены вот в этих пределах, то есть между максимумом и между вот этим вот пиком. То есть здесь в данном случае будет вот этот у нас диапазончик решающим, а что касается новозеландца, здесь у нас будет либо вот этот предел, вот как посмотреть, либо соответственно вот этот предел. Вот, то есть обращайте внимание на вот эти границы, ищите здесь опционные уровни, ищите объемные уровни, и от них можно спокойно заходить на продолжение нисходящего движения. Золото не достигло ключевого уровня, но пока что продолжает двигаться в восходящем краткосрочном трендовом канале, и рассматриваем с текущих позиций движение вверх. И по-прежнему у нас два ключевых уровня, от них пробуем продажи коррекционного типа, и до продолжения нисходящего движения. Ближайшие цели так и остаются прежними, 1791-192, 1806-16, и диапазон 1810-20, 1815-23. В случае явно смены тренда на восходящий у нас цель также остается прежней, это 1989-15. Ну, по золоту, в принципе, все. Так, серебро. По серебру, значит, идея у нас следующая. Мы зашли в текущий ключевой диапазон. Видим, что была от него реакция раз, реакция два. На третий раз вполне возможно, что мы этот диапазон пробьем. Не забывайте про то, что золоту вполне можно, вполне точнее, может золото еще пройти чуть подальше наверх, поэтому ориентируйтесь на то, что серебро может последовать за ним. 25.90 примерно уровень подъема, если мы таки последуем за золотом. Ну, отсюда можно будет уже также пробовать какие-то продажи. Более дальний ключевой уровень по серебру 26.66, и цели внизу это 23.80-24.14, цели вверху остаются прежними, это диапазон 28.62-29.22. Нефть марки Brent обновила локальный максимум, не сходили мы на коррекцию, ситуация все больше накаляется, и сейчас уже можно сказать, что проще дождаться достижения верхних целей, 57.66, 58.46, и отсюда заходить на коррекционное движение. Однако, будьте внимательны, все-таки двигались мы вверх очень долго, поэтому коррекция может произойти в любой момент, не обязательно именно от этих пределов. Ключевые уровни поддержки 54.41-52.94, но и если, соответственно, мы совсем будем падать низко, здесь стоит обратить внимание на диапазон 47.83-48.69. И доллар-рубль, этот актив пробил вчерашнюю трендовую линию, видим, что пока что мы застряли на открытии торгов во флете, непонятно, куда пойдет цена, но, тем не менее, здесь я бы рекомендовал придерживаться следующего сценария. Все-таки сидим мы во флете, непонятно, куда пойдет цена, пробиваются трендовые линии одна за другой, но движение цена не получает. Поэтому просто дожидаемся коррекции вот в эту область, 72.59 наш ключевой уровень, и отсюда принимаем решение, заходим в сделку. Если же цена будет пробивать этот уровень и закрепляться под ним, тогда мы однозначно пойдем на более глубокое движение вниз, ну и там уже будет немножко другой формат. Такие торговые идеи есть на сегодня. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Хорошего дня и удачной торговли!